шаббат шалом шаббат шалом давайте третий раз шаббат шалом с добрым утром вы знаете давайте мы встанем и прославим господа потому что он действительно достоин потому что мы молимся не на тору мы молимся не на процесс мы молимся тому кто ее дал мы благодарим тебя господь баруха тадуна илогену малихалам ашер бахарбану микола амим венатан лану и тора то благословен ты господь бог дарующий тору благословен ты ешуа который является торой который стал для нас этими письменами жизни и и мы благодарим тебя за слово твое которое помогает нам познавать тебя амин ну я уже знаете как кратко отойду кратко сестра таланта но у меня сестры нет поэтому буду говорить не кратко немножко об ангелах вот так просто была история малих малах да одна буква поменяла значение царь стал ангелом да ну как жена может стать огнем да в иврите просто жена и огонь пишется одинаково и получается что если ты свою жену будешь неправильно воспринимать из жены она станет огнем поедающим таки у нас царем он может стать ангелом и одна история быстренько один служитель божий рассказывал такую историю был вышел он в молиться это было на на закарпатье он вышел карпатом ну стоит и значит ходит молится и вдруг на встречу идет бабушка она такая идёт такая старенькая сгорблена несет на себе такую вязанку хвороста но заметьте я так недельной голове торы несет на себе значит эту вязаночку и он говорит добрый там западной украине говорит там все время слава ису слава иисусу слава иису слава иису и ну что же бабушка что же вы тут делаете она говорит ну понимаешь я старенькая дети живут в городе дров нет вот хожу каждое утро в лес собираю этот хмыс но и так живу он пошел дальше идет а внутри такая ну ну что ж такое подходит говорит скажите бабушка вот сколько вам надо денег на этот грузовик дров она говорит там сумму он опять идет потом ходит думать это же для меня это столько-то там всего лишь там неделю на машине ездить бензин тратить подходит к ней дает ей эти деньги а бабушка на него смотрит так начи ангела побачила знаете а цель была в том что этот он все время ходил и плакал боже ты всем показываешь ангелов а мне не показываешь покажи мне ангела оказывается что ангелами можем быть и мы оказывается что мы можем быть теми кого бог будет использовать как ответ на наши молитвенные просьбы кто-то придет кто-то даст финансы кто-то перее поможет перевести на квартиру кстати тоже немаловажный наше время кто-то просто позвонит вспомнит что человек есть и это будет реальным ответом бог использует своих посланников чтобы зажигать огонь чтобы огонь божий он сжигал всю нечистоту хорошо переходим к нашей недельной главе торы у каждой медали есть две стороны есть реверс и аверс оборотная сторона и задняя сторона да и когда я готовился к этой вообще недельной главе комментариев я почему-то перепутал и готовился к другой главе я готовился главе вообще она о другом это глава о болезнях об кожных это зря глава и тут неожиданно среди недели оказывается я неправильно ну посмотрел я понял что мне надо резко менять вот эту сторону так раз ну хорошо и друг я вспомнил что когда-то я уже на этом месте говорил поэтому по этой главе это как раз глава она находится в книге левит 35 глава и это глава о том как бог начинается строительство скиний бог призывает то есть народ израиля несет там финансы несет пожертвования бог подымает биццалеля и он подымает мудрых сердцем и там все описывается как они делают скинию как они делают в общем как они делают вот это божье дело из глава конечно интересно потому что перед этим бог описывал как это должно все происходить то есть он говорил есть что-то вот это вот так она будет выглядеть так сделать то-то то-то а здесь уже происходит то есть то что уже сказано она начинает воплощаться в жизнь и и знаете я вот так размышлял мы иногда судим стереотипами но у нас мы практически все люди мы думаем какими-то стереотипами вот скиния моисея да а есть небесная скиния но у меня возникает вопрос что делал моисей моисей делал скинию которую он увидел на небе бог показал ему на небе и сказал сделать то же самое что там то есть давайте мы сделаем вывод то есть на небе находится скиния который бог воссоздал который бог воссоздала здесь на земле или нет мы не знаем правильно но почему-то моисей видел то он сказал что ты увидишь то и сделай здесь есть вещи которые вечные и неприходящие то есть они есть независимо от возраста вот мне говорят ветхий завет новый завет скажите для народа израиля завет полученный на горе сио синаи какая была каким был заветом новым или старым конечно новым просто до него не было такого завета мы как люди порой просто ставим какие-то штампы старый и новый но если мы посмотрим на сегодня тот завет в каких-то моментах он не перестает действовать мы не перестаем убивать нельзя убивать мы не мы не можем заниматься там всякими непотребствами мы не должны поклоняться идолам оно работает то есть существует вечные неприходящие истины которые действительны и на сегодняшний день существует нечто что очень важно и эта глава говорит нам именно об этом давайте мы посмотрим с чего все началось бог говорит созови весь народ и скажи им что там было важно он говорит важно шаббат суббота это должно быть святым днем это книга и левит значит получается тридцать пятый 35 глава с первого стиха и созвал маше все общество сынов израилев и сказал им вот что повелел бог сделать шесть дней можно совершаться работа один седьмой да будет свят для вас день полного покоя посвященного богу но вопрос сколько раз можно повторять одно и то же сколько раз бог говорит помните день субботний чтите светите и тут он его ну вот что же это такое неужели ну народ божий до такой степени не помнит ничего ну я понял я понял что все мы все помним на самом деле нам постоянно нужно напоминать себе о том что важно для бога что важно бог дает для нас это не богу важно это нам важно нам важно находиться в правильном положении перед богом исполняя его волю исполняя его повеление иначе иначе мы не сможем прийти туда куда он хочет нас привести что-то будет не давать нам путь мы будем говорить это ветхий завет а это было во времена скини моисея на самом деле все это актуально и сегодня хорошо что происходит дальше он говорит а теперь скажи народу собирайте вот там и там перечисляется золото серебро там разные ткани медь железо несите на строительство скини и самое интересное что народ очень интересный момент он не всему народу сказал там теперь все обязаны бог 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 сказал моисею у кого сердце расположен у кого сердце расположен и народ написано как один понес и понес столько что моисей сказал хватит 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 понимаете понимаете да моисей сказал больше не нужно уже достаточно достаточно того что уже бог ну для того чтобы выполнить божье повеление и потом он говорит а теперь возьми сына бацалеля и агева да и я дам этим людям определенные дары чтобы они построили и сделали то что бог сказал сделать и дальше бог подымает вот этих людей и они начинают делать они начинают делать скинию и скиния это не просто было как бы знаете ящик это не просто был шатер это было место встречи бога с людьми и и вы в пяти книжей мэше то есть в торе написано так исход 25 глава 8 стих и построит мне святилище и я буду пребывать среди них бог хотел чтобы бог хотел пребывать среди своего народа но неужели бог не пребывал везде неужели написано в псалмах чтобы идешь на небо я там пойдешь преисподнюю я там тоже я среди вас неужели бог не пребывал среди израиля почему же он хотел вот именно скиния почему эти вопросы знаете они всегда у нас возникает много вопросов и это хорошо чтобы мы размышляли над это потому что размышляя над такими вопросами мы начинаем понимать вообще по такой бог и кто такие мы с богом поймите бог сказал просто я хочу быть среди вас вы мой народ и для этого вам нужно что-то сделать для этого вам нужно приложить усилия для этого вы созданы бог посадил это эмский сад и сказал возделал его он сказал возделай этот сад чтобы трудись понимаете благодать это не всегда просто так халява по нашему знаете халява халяв молоко бедным евреям когда они были голодные нищим им давали молоко потому что это была самая распространенная еда деревнях это было халяв молоко вот слово халява пошла но халява но самое интересное что эти бедняки со своей халявы тоже что-то делали они давали с этой с этой молока десятину тем кто еще нуждался больше чем они понимаете то есть без труда не вытащишь рыбку из труда без труда ну не будет ничего бог он реклама вспоминается я не халявщик я партнер помните да халявщик ты ваня не халявщик я партнер мы партнеры бога мы не иждивенцы бога понимаете и то что я подхожу к такому уже знаете как думаю что то что вот я увидел важное в этом бог сказал израилю то есть вначале давайте начнем с простого бог показал маше маше увидел что-то бог сказал вот то что ты увидел надо сделать здесь на земле и моисей не пришел там собрал деньги сделал сам он пришел к обществу израиля и общество израиля как один народ как одна семья они начали что-то делать вместе вы понимаете то есть откровение он то есть поднялся на горы знаете вот есть такое выражение давайте мы поднимемся на гору и будем получать нам откровение да в молитве поднимемся на молитвенную гору будем получать откровение это хорошо но и маше и и су шоуа они с этой горы потом спускались вниз и шли к людям и все что получали наверху они отдавали внизу это было не для того чтобы там наверху стоять и так ох я знаю такое чего вы не знаете ну давайте давайте валите меня я вам расскажу все я расскажу как там классно нет как кто-то недавно рассказывал что дух с духом святым ну недели с откровениями а сейчас ну там дух святой расскажу тебе свое откровение сейчас ты так удивишься мы не можем удивить бога потому что все его все в нем все через него и все для него все что у нас есть это его у нас нету ничего своего господа шанов не хавери итак бог дает откровение моисею маше маше получает спускается к народу говорит народу народ принимает делается ответ на какое-то действие бог говорит а теперь возьми отделе священников то есть народ священников для всех народов но в народе священников есть еще свои священники чтобы служить народу потому что и священник нуждается в том чтобы кто-то ему служил а потом он говорит а теперь возьми бацалеля который не священник я ему дам мудрость дам ему таланты его друзьям его братьям и они начнут делать то что ты увидел но это так связано что без друг друга ничего не получится откровение не состоится если народ не примет это народ примет но не будет искусного не будет конечного результата это процесс это процесс действий это то что происходит это очень важно в последнее время потому что то что сейчас бог оставил на земле это община божья экклесия да мы называем ее церковью мы называем ее общиной и вы помните в первой коринфянам в двенадцатая глава восьмой стих там и иных бог поставил церкви во первых апостолами во вторых пророками в третьих учителями знаете это как у нас иногда бывает ротация значит апостолы шапка погоны орден нет бицалель и его братья они были поставлены чтобы воплотить божье откровение чтобы воплотить делать то место чтобы сделать то место куда бог будет приходить чтобы встречаться со своим народом здесь вообще не божье бог поднимает служителей он поднимает того кого он хочет понимаете для того чтобы мы что мы созидали эту скинию мы созидали общину божью понимаете это важно это важно потому что без друг друга мы ничего не сможем сделать это единство единство в деле знаете у нас иногда бывает так если это не делаю значит все равно пусть кто-то делает послушайте каждый из нас важен в божьем строительстве это та тайна домостроительства божьего о ком о которой говорил рэбе шауль он говорил он говорил о чем он говорил конечно там есть много аспектов он говорил о единстве израиля и нееврейской составной церкви это очень важная составная но он и говорил о единстве нас верующих мы те кто строят храм божий на земле мы сами являемся этими составными тела он очень четко написано что все мы тело скрепленные взаимоскрепляющими связями и без друг друга мы не сможем ничего сделать и очень важно каждому из нас находясь на своем месте делать то для чего он предназначен понимаете потому что иногда голова смотрит на ногу и говорит как хорошо быть ногой всю жизнь мечтала быть ногой и начинает себя вести как нога ободранная вся потому что ногой по мячу бьют ну побейте вот так с разбегу головой мяч по земле ободранная побитая и говорит ну что ж где ж тут бог или рука начинает там не знаю там сердцем быть невозможно важно 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 знаете не просто найти свое место в теле а быть довольным тем местом которое бог тебе дал и быть успешным потому что если мы посмотрим на дьяконов на первых мучеников Стефан да написано что бог через него делал великие чудеса и знамения мы очень часто стремимся к таким прекрасным вещам но мы забываем о том что он был обыкновенным ашером на дверях он встречал людей он кормил их он заботился мусор выносил за ними и бог через него делал такие великие дела почему он не стоял на сцене он не был как моисей на горе он был внизу но бог что-то делал через него почему может потому что его сердце было открыто и влекло может потому что он строил то для чего бог его поставил на это место послушайте все очень просто все просто бог поставил пророков апостолов но это не погоны это 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 очень важные составные строительства скиньи то что делал бог через бацалеля потому что он делал то что потом использовалось священниками понимаете для народа а потом для всего человечества для всего мира мы иногда по нашей человеческой скромности хотим быть как всегда на вершине на коне помните как в старом фильме хочу быть на коне оп и на вершине здания сидит потом люди снимите меня отсюда не помните это чародеи старый советский а второй момент знаете есть такая поговорка если тебя несут люди на руках посмотри куда они тебя несут может быть на кладбище послушайте я хочу чтобы мы поняли или поняли что мы бог призвал каждого из нас и каждый из нас это священник и каждый из нас он ценен и дорог для господа каждый из нас имеет прекрасное будущее не менее прекрасное настоящее у каждого из нас есть сила божья у каждого из нас есть талант и дар бог взял нас для того чтобы строить свое царство здесь на земле помните да будет воля твоя на земле как и на небе так же самое как скинье на земле как и на небе понимаете и это важно важно каждому из нас просто выдохнуть и сказать боже что я должен сделать что я должен сделать для тебя потому что легко потом говорить а это ж моисей мы тоже как моисей мы моисей да но моисей один пошел на гору а народ остался может надо где-то делать мужество делать шаги вперед где мы сегодня боимся знаете может быть нам надо выкинуть прошлое да были поражения да были страхи это нормально мы люди но он дает нам силу переступить через это чтобы мы были успешными в его домостроительстве строительстве его дома и я просто вспоминаю вот сразу пересекаясь с той главой которую я готовил до этого там говорилось о проказе и проказа подымала людей покрывала людей каких если мы посмотрим по писанию было два таких основных это когда помните моисей арон с мирием они на моисея наехали и начали кто ты такой и они покрылись проказой помните да а второй момент был более интересный когда пришел служить священник священник военачальник пророку покрытый коростой помните этим как его проказой и он ему говорит иди кунись в Иордан он пошел окунулся здоровый сколько я тебе должен денег он говорит нисколько а второй его там помощник побежал и говорит тихонечко дай ему там столько-то столько-то там приходит и он тоже покрывается весь проказой то есть понимаете почему это произошло понятно здесь злоязычие а здесь люди использовали божье для построения личного и я хочу сказать что не бицелель не его братья они не использовали именно этот шанс для того чтобы обогатиться они строили потому что их сердце было открыто для этого то же самое происходит с нами я не буду называть имена служителя но каждый раз когда призванный божий служитель отходил от именно от этого пути он покрывался проказой падали большие церкви к сожалению к сожалению и очень важно это страшно но она должна знать что когда мы начнем использовать бога в своих корыстных целях мы проиграем но когда мы начнем вместе одной семьей каждый на своем месте делать божье дело мы увидим скинию собрания скинию скинию божью на которую будет сходить господь в своей славе и каждый понимаете не просто там моисеев и не просто аарон они видели бога весь народ видел бога весь народ слышал его голос они слышали он говорил из скинии голосом и они его слышали понимаете и поэтому завершению я хочу обод ну что ободрить одобрить я хочу вам сказать что словами апостола петра этого рыбака который пошел за ишуа этого ветреного человека который много раз ну совершал невероятные вещи то он был так близок к богу и чрезновение он был очень от него далеко но которого действительно любил господь он сказал служите друг другу даром каждый тем даром который получили как добрые домостроители многоразличной благодати божией говорит ли кто говори как слова божьи служит ли кто служи по силе какую дает бог дабы во всем прославлялся бог через ишуа мессию которому слава держава во веки веков аминь все очень просто давайте мы будем строить эту скинию божию на этом месте в этом городе давайте мы будем скини вот это царство божие в одессе наша община это часть тела вселенской общины и все вместе мы можем быть теми бацалелями теми сыновьями которые будут созидать которые будут что-то делать чтобы слава была тому кому она на самом деле принадлежит богу израиль аминь все спасибо большое застат у меня у меня там что так мы заставили на все так Продолжение следует...